Привет. Не надо с Бортич тусоваться. О, у меня мурашки не могу. Мады Рашада. Я не думала, что будем говорить об этом. Готово! Пока, Юра. Первые попытки! И теперь Дунь. Я хочу сказать, всем привет, я Саша Бортич. И вы должны знать, что как только мы с Юрой утвердили даты, простуда на моей губе такая, алло, алло, привет, подруга. Я замаскировала ее, как могла, клянусь. Поэтому я не хочу, чтобы вы это обсуждали. Если вам вдруг видно, я знаю, оно там. Но все в порядке, а у Юрса прыщ на лбу. Прыщ на лбу, вот тут вот, седина, порезался, все. Что настоящая? Башка, а, это просто твоя башка, неважно. Как дела? Хорошо. Как проходит твоя жизнь в последние недели? Неплохо. Классно. Давай уточним, ты уже запрещенная актриса или еще нет? Я не знаю, я читаю сценарии, обсуждаю рекламные предложения. Я не знаю, и запрещенная, Юр? Как ты думаешь? Хотелось бы, чтобы нет. Мне кажется, это очень глупо, нет? Ну, это как бы очень такой, достаточно глупо было бы взять меня и запретить. Ну, мне кажется. Незадолго до 23-го числа ты записала видео. Да. В котором сказала, что не все устраивает тебя в России. Не устраивает. И сказала, что 23-го ты пойдешь на митинг. Можно по-разному относиться к Алексею. Многим он не нравится за радикальность своих взглядов, так скажем. Но это сейчас все не важно, потому что это касается уже не конкретно вашего отношения к Алексею, а вас, меня, всех, кто живет в России, потому что нам показывают, что наши законы, Конституция, Уголовный кодекс — это просто бумажки, что при желании можно что угодно делать с кем угодно. После этого стали доноситься самые разные новости. Тебя вырезали из какого-то промо на ТНТ. Вот это лучшее описание. Какое-то промо на ТНТ. О чем речь? Я не знаю, честно. Я смотрела сериал на ТНТ-премьер, видела по соседству свое лицо. Оно там. Почему ты решила пойти погулять 23 января? Потому что я со своим, возможно, обостренным чувством справедливости и прочим, я очень сложно переживаю вот это насилие, которое происходит. А то, по поводу чего я записывала видео, то, из-за чего я выходила — это тоже насилие. И неважно, кто бы прилетел, откуда. Вася Иванов. И если бы с ним начало такое происходить, я бы тоже вышла погулять. Смотреть на такое, знаешь, откровенное беззаконие и молчать я как-то не смогу, наверное. То есть ты вписывалась не конкретно за Навального, а за гражданина России, которого почему-то упекли? Да, я никогда, наверное, ну… Да, это очень правильное описание. Ну… И мне кажется, что вообще очень много людей в тот день вышли не по поводу него, а вообще, в принципе… Блин, мне… Я не хочу бояться. Я не хочу бояться. Меня бесит, что я прохожу мимо чуваков в касках, и мне реально страшно. Я это испытала. Я это испытала, и 23-го, и перед тем, как лететь в Сочи… Я была в Сочи, и в Сочи тоже было очень много выведено чуваков на улице. И ты понимаешь, я иду по пустой улице, и сидят челы, и я иду, и мне реально стрёмно. Ну это же… Я не хочу, чтобы так было. Я не хочу, чтобы я боялась. Лет шесть назад ты говорила, что политика не интересует тебя, что надо начинать с себя и прочие вещи. Вполне правильное, но как бы аполитичное. Когда что-то изменилось? Слушай, шесть лет назад мне было 20 лет. И я считаю, что… Ну как бы 18-19 – это всё равно ещё ребёнок. Я никогда не была такой супер как-то разумной, умной, развитой. И естественно, что, чтобы понять какие-то вещи, нужно немножко повзрослеть, понять, что к чему. И сейчас… Ну идеальная шутка поперечного, знаешь, про то, что быть сегодня аполитичным – это как в тёмной комнате, если тебя имеют в одно место. А ты такой, ой-ой-ой, ничего не вижу. Ничего не происходит. Я настолько устал расстраиваться от бесконечной вот этой несправедливой херни, которая у нас происходит, что я реально хотел удалить твиттер. Но я потом понял, что, по сути, это всё равно, что закрыть глаза в комнате, где тебя в жопу ебут. Ты такой, ааа, хуй его знает, что там происходит сзади. Ну, я на самом деле аполитичен. Ну, типа, это же не вариант. Это же вообще не вариант. Вот это лучшее описание, по-моему. Ну, это как бы у меня всегда было, но мне всегда казалось, ну вот раньше, несколько лет назад, что это как бы не моё дело. Ну, потому что я и до сих пор, я действительно не политик. Я не претендую ни на что. Я просто, и когда мне говорят, что там, ты актриса, зачем ты открываешь рот, снимайся в кино. Ну, я же не просто актриса, я же тоже здесь живу. Что мне теперь нельзя высказывать свою позицию? Я так чувствую, вот я тебе говорю, я не хочу, чтобы происходило насилие, потому что я не хочу, чтобы убили людей. Вот и всё. Это очень просто. Это самое главное, мне кажется. Когда ты просто не можешь быть спокоен, ты не чувствуешь себя в безопасности. А ты не чувствуешь? А ты чувствуешь себя в безопасности? Ну, честно. Ну, конечно, нет. Вот и всё. И всё. И никто не чувствует. Ну, наверное, наверное, кто-то, кто мы знаем, где живет, чувствует себя в безопасности. Но не мы. Где живет? Ну, в больших, богатых домах на Рублевке. Наверное, безопасно. — Боюсь, не все. — Ну, я имею в виду людей, которые как бы приближены к этому всему, вот. А мы с нашей позиции точно. Ну, как бы это же ненормально. — В одной станции метро «Отсюда» находится МГТУ имени Баумана, где снимали клип Сержу Танкяну. И ты там играла главную роль. — Да. Это немножко не связанная вещь, но я обязана рассказать про то, как я познакомилась с Сержем за несколько лет до этого. Аня Меликян, режиссер фильма «Русалка» про любовь, звезда, различных замечательных фильмов. Тоже, что «Армянка», как и «Система Федаун». И Аня пишет пост на Фейсбуке про то, что даже крутые, суровые мужики-рокеры могут быть, типа, любить нежное кино. И там пост про то, что ей написал Танкян, про то, что он очень любит фильм «Русалка». И вообще, он фанат Меликян. И вот они приезжают в Москву. Тогда был, по-моему, не «Парк Лайф», что ли? — «Парк Лайф» на цискарине. — Наверное, да. Они приезжают, выступают. И вообще, приходи вот на концерт, туда-сюда. И я просто тут же, естественно, пишу Меликян про то, что «Возьми меня! Возьми меня! Возьми меня!» Такая «А, Бортич, точно. Ты же рокер. Ну, пойдем». И оказалось, что Аня накануне перед этим ужинала с Сержем. Ну, они встречались, просто познакомиться. И она рассказала ему, что пойдет со мной, с актрисой из своего другого фильма, которого он не видел. И он взял и посмотрел его. Прикинь, я прихожу в гримерку к Танкяну, я с ним знакомлюсь, и он говорит, классный фильм, ты классная. О, да, она такая крутая, такая крутая. И я просто, это было офигенно. Даже моя мама сказала, типа, я до конца не понимаю, но даже я понимаю, что это охрененно. Вот. Это было суперкруто. И еще мы сделали классную фотку. Она сейчас появится вот здесь. Это была осень, по-моему, сентябрь. Мы поехали с Женей и ребенком в Плёс. И по дороге мы, это была ночь, мы ночевали в Ярике. Мы оставили ребенка с няней и пошли погулять по городу. Я прям помню, мы идем, вечер, классная погода. Я иду, мне звонит Нейшулер. Нейшулер был продюсером «Я худею», поэтому я его знаю довольно, ну, как бы неплохо, не чужой мне, скажем так, человек. И он начинает вообще издалека, а я знаю, что они с Танкианом карифаны, да. И, короче, он постепенно, постепенно это все рассказывает, и я начинаю понимать, к чему он ведет, про то, что Сержу сняли клип, ему не понравилось. Он попросил Илью что-нибудь быстренько сообразить на коленке. И они придумали историю, типа, в закрытой комнате с одной героиней, и, типа, это, будешь ты? Я просто, я вот так вот стояла, я прям помню, я остановилась. Женя, ну, Женя стоит рядом, не понимает, что там, в трубке. Я просто стою такая, да. Я не могла, я просто стояла в немом крике. Это было очень круто. Я, ну, вот до момента, когда это произошло, потому что так получилось, что из-за того, что в Армении начало происходить, Серж-то все очень поддерживал. Он не выпускал клип, другая была повестка. Вот пока клип не вышел, я не верила, что это произошло. В итоге сценарий чуть поменялся, как вы все видели, там уже не я в одной комнате. Если честно, я так круто, как Влад, режиссер, который это все придумал, ни за что не объясню. Я думаю, что каждый увидит что-то свое, но для меня было, знаешь, удивительным, как прошло, получается, почти 4-5 месяцев, да, с момента, как мы это сняли, как они это придумали, мы сняли. И как это оказалось? Актуальненько. Вдруг. Мы с пацанами недавно гоняли на Сахалин, и там я услышал замечательное. Юра, почему ты приехал к нам только сейчас? Ты должен был сделать это гораздо раньше, ведь наш остров такой же вытянутый, как твое лицо. Это правда. Мы нашли еще несколько мест, с которыми у меня есть некоторое сходство. Озеро Танганика – самое длинное пресноводное озеро в мире и самое глубокое после Байкала. Находится в Центральной Африке на территории четырех стран Демократической Республики Конго, Танзании, Замбии и Бурунди. Самый узкий дом Лондона – в районе Шеппердс-Буш. На этой фотографии он синенький такой, посерединочке. Его ширина всего 1 метр 60 сантиметров. Он сейчас, кстати, продается. 95 квадратных метров стоит чуть меньше одного миллиона фунтов. И вы не представляете, сколько отметок в Твиттере. Это дом Дудя, Дудь, приценись. Дудь, ты что, в Лондоне? Самая узкая улица Петербурга – улица Репина. Она находится на Васильевском острове. Ее ширина всего 5 метров 60 сантиметров. Сейчас на этой улице обожают снимать кино. Но сходства бывают не только с этим. Например, мои кореша из Эльдорадо подогнали нам пылесос от Тефаль, который тоже кое-что напоминает. Слушай, я никогда не думал, что можно с пылесосом выглядеть так эффектно. Ничего себе! И что, и не надо вот этого делать? Ну это же просто гениально. Чувствую себя трансформером. Главное, что нужно знать про эту машину – большая мощность и высокое качество уборки, в том числе в труднодоступных местах. Корпус сгибается посередине и помогает собирать пыль и грязь под мебелью. Удобный дисплей управления. Можно выбирать из трех уровней мощности. Экономичный – для комфортной ежедневной уборки. Максимальный – для тщательной уборки ковровых покрытий и сбора шерсти домашних животных. Сейчас пропылесосим диванчик. Братишка. Буст для особенно сложных загрязнений. Взлетаем. А еще на дисплее отображается уровень заряда аккумулятора. Сам аккумулятор съемный и работает в бесперерывном режиме 45 минут. Если вдруг этого недостаточно, можно докупить второй аккум, и тогда срок работы без подзарядки увеличится до полутора часов. А если вам нужна и сухая, и влажная уборка одновременно, в этой линейке есть еще одна модель, в которых сочетаются оба этих формата. Купить эти пылесосы по самой выгодной цене можно в магазинах, на сайте и в мобильном приложении Эльдорадо по промокоду «ВДУДЬ2000». Под этим видео ссылка, там все детали. Переходим и заказываем. Вперед. Не, ну одно лицо, одно лицо, ну! У тебя очень длинный язык. Я не думала, что будем говорить об этом. В инстаграме было несколько фоток и видосов, как ты им прям дотягиваешься до носа, и вообще есть фоточка, где ты его вытягиваешь. Да, я Джин Симмонс. Это бас-гитарист Кис. Я всем рассказываю, что я его внебрачная дочь. А когда работала официанткой, кстати, у нас был Хэллоуин, и я разрисовывалась, как он, и ходила с языком, у меня на бейджике было написано «Джин Симмонс». Прикольно. Да, классно было. Где мы, Саша? Мы на студии «Дестрой за Хьюманити», на которой я провела много чудесных юных лет. О-о-о! Что я сейчас все радуюсь? Вот это да! Можно отвечать? Это по поводу звука. Слушай, а не из российского кинематографа, чувак. У нас просто обычно в группе все такие, типа... Я провела здесь много юных лет, много чудесных лет своей юности, потому что, ну, я дружила с ребятами, с группами, есть группа такая русская, Пэл Кроу, Пэл Кроу, Бледная Ворона. И вот ребята здесь тогда репетировали, и вообще вот пацанов, которые начали эту студию, я тоже всех знаю, и было очень круто. Мне кажется, что просто есть такие группы, типа «Системы», типа «Аси Диси», типа «Лот Зеппелин», которые ты услышишь любые 10 секунд, и ты всегда скажешь «Это система». Ты скажешь «Это Зеппелины», «Это Аси Диси». Таких групп действительно немного. Перцы, кстати, РХЧП, абсолютно то же самое. Ты такой «О, это они». Ну, наверное, «Queen of the Stone Age», но, мне кажется, они в России не настолько. Но это крутая группа. Я была, кстати, на «Квиннах». Но я тогда еще услышала первый раз «Ройл Блад», и через полгода после этого они стали суперзвездными. И я такая еще «О, два чувака? Это что? White Stripes?» Типа «Кто это? О, это «Ройл Блад». Они прикольные. Но чуваки, на которых выросли «Ройл Блад», моя самая любимая группа. Если мне нужно было бы выбрать две, я бы выбрала «Лот Зеппелин» и «Турбовульф». Турбовульф. Я обожаю эту группу. Это самая... Это охеренная группа. Это... Это невероятная группа. Очень крутая. «Лот Зеппелин» и «Турбовульф». А если пятерку делать главных групп Саша Бортич? Тогда будет «Лот Зеппелин», «Турбовульф», «Блэк Саббат». Я думаю, что РХЧП и система. Но так, чтобы не скучно было жить, чтобы можно было разное послушать. Смотрела ли ты видео про дворец в Геленджике? Целиком не смотрела. Да. Ну, мне не стыдно. Я просто знаю, что... Я не хочу получать эти... Ну, как бы я знаю, что там. Все, я знаю. Я посмотрела какие-то кусочки, но я целиком не хочу смотреть. Ну, не хочу. Опять же, я очень сильно эмоциональная. И вот, испытывать вот, чтобы меня вот это захлестывало. Особенно на сегодняшней повестке дня. Знаешь что? Ну, мне... Ну, я и так испытала все эти эмоции. Я прекрасно знаю, что там. Веришь? Конечно. Ну, а ты думаешь, что это неправда? Ну, мне кажется, что видео человека, который признается, что это его, оно максимально красноречиво подтверждает, что все это правда. Ты не поверила Ротенбергу? А ты поверил? Ну, ты меня такой спрашиваешь, типа, мне что, восемь? Я такая должна... Как я должна на это повестись? Что ты слушаешь из русского музла? Ваню. Нойза. Как давно? Все. Ну, блин. Вообще, про Ваню это... Не знаю. Это самая, возможно, большая какая-то удача в моей жизни. Самый большой плюс, какой-то бонус, который мне принесла моя работа — знакомство с Ваней. Потому что Ваню я, конечно, слушаю там из серии с одиннадцати и двенадцати, с самого раннего подросткового возраста. С телевизора из окна? Да, с руганий из-за стены. Вот с самых-самых старых песен. И в 2013 году сняли фильм. Аня Меликан сняла фильм про любовь. Там пять новелл, и в каждой новелле есть музыкант. И в моей новелле Ваня пел. И я первый раз посмотрела фильм на Кинотавре. Мы приезжаем на Кинотавр. Все, премьера. Я сижу в зале, смотрю фильм. Первый раз, как и все. И потом в своей новелле вижу, типа, там Заганов едет такой на скейте, и Ваня вселенной бесконечно поет. Это моя самая любимая песня. И я просто говорю, почему вы не сказали мне? Я бы приехала на съемки в этот день. Я просто охренела, не поверила. И очень было обидно, что вот как бы я не сконнектилась тогда с Ваней. И после этого был… Это, наверное, была уже зима. И у меня был концерт «Коржа» в стадиуме. И я была наверху, не в танцпортере. И «Корж» такой, ой, здесь у нас Ваня, ну из МС. И что-то Ваня выходит на сцену. И я такая, где? Где он? Вот. И я подошла тогда к Ване. Я, кстати, недавно нашла эту заметку, это очень смешно. Мне кажется, Ваня был с женой. Заметку? Сейчас объясню, да. И вокруг Вани я вижу, как от Вани отходят какие-то девчонки уже. И я так, типа, стучу ему по плечу. И я вижу, как он поворачивается такой, ну он, наверное, не хотел этого внимания. И я показываю ему заметку, что очень громкая музыка играет. И написано, блин, можешь сейчас, кстати, найти меня в телефоне. Я могу прямо прочитать. Ты пел в фильме про любовь Ани Меликян. Я сыграла там главную роль в четвертой новелле. Потом Ваня что-то, по-моему, сказала, что типа, о, круто, классно. И я пишу, мне 21, я два года в кино, я обожаю твои песни. И потом вот этот был знаменательный денек в Лужниках. 1 мая. Я оказалась у Вани на концерте. И так иронично, что это… – Рэп-фест традиционный. – Ну какой-то, да. И… Ой, это был один из самых шлюх дней в моей жизни. Ну я просто стояла за сценой. И я просто сходила с ума. Я просто трясла башкой, я была вся мокрая, танцевала. И смешно, что там много как бы знакомых, друзей всех туда приводят, и все как бы стоят. И просто я… – Ну они типа трехсотый раз на концерте. – И я просто… Это было очень круто. И потом вот мы поговорили чуть после. И как-то вот, в общем, все закрутилось. Беларусь. Сколько лет ты жила в Беларуси? – Я в школу пошла в Москве. Мы переехали вот накануне моих семи лет. Ну то есть мама чуть раньше и… – Но это все равно близкая, важная страна. Там много родных. – Конечно, да. Я и родилась там, и я ездила на лето к бабушке. Потом уже подросла, ездила сама. Ну вот… Никогда это не было чужим местом. – Ты же обалдела, когда увидела, что началось в Беларуси в прошлом году? – Я охренела просто. Это тоже… Опять я ехала вся в слезах. Я возвращалась из Екатеринбурга в Москву. Поездом с ребенком. Мы ехали. И ты понимаешь, интернета нет. Мне мама что-то присылает. Вот как раз 9-10 числа вот это все началось. Когда вот самый первый раз люди вышли, я была просто в шоке. Я была в шоке, я была ужасно горда и наполнена, преисполнена такого чувства, знаешь, восторга людьми. Но одновременно ты испытываешь очень сильную боль. – А горда за что? – Ну за то, что белорусы – очень терпеливый народ. Они действительно, они столько лет терпели вообще все. Но когда он нарисовал себе 80%, они такие – чувак, нет. – А нарисовал? – Ну конечно. А ты не видел видео с заводов? Это мое любимое видео, когда вот они пытались это все потушить. И они делали, чуваки делали так. Кто голосовал за Тихановскую? Встаем. И все встают и начинают орать. Три процента, три процента. И ты, блин, я сейчас опять разрыдаюсь, я не могу, но это так охрененно. И когда я вижу, знаешь, Азот, Гродненский наш завод, и на Азоте люди тоже. И ты, блин, и ужасно, ужасно грустно, что сейчас это все так затянулось и непонятно чем закончится. Ты написала письмо политзаключенному Сергею Тихановскому? Да, написала Тихановскому. Это твоя инициатива или кто-то из активистов предложил? Нет. Я прям помню, я в 5 утра стала кормить ребенка, и пока он засыпал, я открыла Инстаграм, и на нехте, по-моему, было про то, что там, вот, напишите Тихановскому. И как-то в этот момент это все попало, я прям в 5 утра села, написала, на следующий день пошла, отправила. Обычной почтой? Да. Да. Я была уверена, что оно не дойдет. Я была уверена, что оно не дойдет. И потом, когда мне пришел ответ, я просто охренела. Опять этот трепет, слезы, все такое. Вся история Саши Бортий заканчивается слезами, по-моему. Что писала ему? Ну, я, ты знаешь, там же очень опасна вот эта цензура, что, ну, как бы, непонятно, что они, да, посчитают за оскорбление. Поэтому, ну, я не писала про то, что там, вот, они такие, а ты такой, и все будет хорошо. Поэтому сразу какие-то бытовые вещи написать. Я написала, что у меня скоро день рождения, что у меня ребенку три месяца, я родила, приехала из ЕКБ в Москву. Ну, я там вначале написала, что я Саша Бортий, не знаю, знаете ли вы меня или нет, но на всякий случай, если вдруг вы слышали, скорее всего, про полицейские срублевки, то вот, типа, это я там, ну. Ага. Вот. Ну, что-то очень обычное, и, ну, и в конце какие-то слова поддержки. А он что ответил? Он классно ответил, тоже просто, типа, про то, что ему много людей пишут, и со всех из Испании еще откуда-то он сказал. Ну, в общем, не из России даже, и из России много людей пишет, поддерживает. Он еще нарисовал руку мне свою, обвел. И, типа, того, что, как бы, можно сравнить с рукой Санька моего мелкого. Вот. А, еще написал, я, когда написала про ребенка, сказала, что вроде как, говорят, на меня похож, но эльфийские уши точно мои. И он сказал, что эльфийские уши — это круто. А что не так с Лукашенко? Ну, я бы знать хотела тоже, что с ним не так. Не. Я сейчас... Я про другое. Чем он не устраивает? А, чем он не устраивает? Да. Чистый Минск, заводы работают, айти. Я, опять же, да, очень конкретизировать не могу, потому что я не политолог, и я не развивающийся. Я разбираюсь в этом всем так вот досконально, но я могу сказать по-человечески, что я вижу. Люди живут не очень хорошо. Работы нет. Ну, зарплата средняя — 300 долларов. Ну, это что вообще такое? О чем можно говорить? Чисто не потому, что Лукашенко молодец, чисто потому, что белорусы — такой народ. Потому что у них вот такая вот черта есть. Он тут ни при чем. Приятные ребята разуваются, чтобы встать на лавочку. Это, ну, это же не он сделал. Вот и все. И ужасно жаль, что такая как бы, да, страна очень красивая, очень классно расположенная, но там совок. А совок — это плохо? Ну, совок в плохом смысле, да, что все как бы такое неразвитое. У тебя есть понимание, почему он, возможно, единственный артист, который так долго в супертопе? Я думаю, что объяснение одно — это только потому, что он очень талантливый и настоящий. И это как бы не перебить ничем. А что такое настоящий? Ну, он не притворяется, не пытается, знаешь, типа быть рэпером. Это что? Это тёлки, тачки, у меня куча бабок. И такой, еду к маме в первого. Ну, реально так. Ну, реально так. Я знаю. Точно об этом. Титры появятся, почему? Не нужно. Не нужно. Вот. А у Вани этого нету. И мне кажется, как он, вот где он был в моменте своей жизни, о чем он пел, он это делал абсолютно по правде всегда. Да. Ещё, ну, вот как для меня такой вот пример его, ну, абсолютно какого-то уникального таланта — это Орфея Вредика. Я думаю, что… О, у меня мурашки, не могу обожать говорить про Романю. Просто… У меня просто через одно интервью заканчивается тем, что я люблю НОЗМТ. Я просто, когда первый раз послушала Орфея Вредика, я просто… Я не была, к сожалению, на хип-хопере самой, я не попала. И потом послушала альбом, когда вышел. Я просто не поверила своим ушам, что это возможно. Так обернуть все штучки вот эти вот греческие, мифология, там всё вплетено. Ну, я не понимаю, как это. Я не понимаю, и это просто какой-то запредельный уровень, который говорит, мне кажется, о Ванином бесконечном, безграничном таланте. То, что Ваня, я так понимаю, одним из первых выступил в этот раз. Наверное, да. По поводу митингов. На тебя сказалось? Подтолкнуло тебя к тому? Нет, у меня был записан видос. Еще до? Да. Но с ним было легче? Да, конечно, приятно в такой компании оказаться, что ты скажешь. Как на твою позицию реагирует твой муж? Ну, он меня в целом поддерживает. Когда я летал 23-го, он мне не говорил там, типа, не лети. А, подожди, ты специально летела в Москву и Сочи? Да. Где вы сейчас там временно живете? Да. Ага. Но он с тобой не полетел? Нет, и я бы не хотела, чтобы он полетел. Объясни. Ну, как бы это связано там с ребенком. Плюс у нас в гостях была его мама с сестрой в этот момент. Я бы не хотела, чтобы он полетел. То есть если бы я боялась, что со мной что-то случится, но я вот в тот день была как-то поспокойнее еще. Да, ты знаешь, там просто был такой момент, это все начало происходить, и я поняла, что всю жизнь буду потом вспоминать и жалеть. Действительно. Потому что, ну да, у меня ребенок, но мне есть как бы с кем его оставить людям, которым я доверяю. То есть я знаю, что с ним все будет хорошо. Я летала одним днем без ночевки. Я прилетела с утра и вечером улетела. И я понимала, что если я себя уговорю тем, что ну как бы неудобно, Надежда Николаевна приехала в гости с Олесей, да, и тут мелкий, туда-сюда, ну куда я полечу? Я потом бы не была бы в ладах с собой. Как семья твоего мужа реагирует на это? Ну, мы как-то не обсуждаем политику. Никогда? Нет. Насколько ты близко общаешься со своим тестем? Ну, мы видимся, когда приезжаем в Екатеринбург, мы ездим к ним в гости. Твой тесть довольно колоритный. Он очень богатый человек, член Единой России и депутат Законодательного собрания. Ну и там разные истории из 90-х про то, как строился бизнес. Да, я не знаю их. Тебя что-то когда-нибудь смущало из его биографии? Нет, почему меня это должно смущать? Я же живу с Женей, а не с его папой. Я встретила человека. Я его люблю, и мы вот вместе живем. При чем тут это? Ну, то есть как бы я просто, ты же понимаешь, я это не первый раз слышу. И то есть какие могут быть ко мне вопросы, я не очень понимаю. Женя работал несколько лет в администрации президента России. Да, это правда. Что он там делал? Я не знаю. Если я не путаю, отдел внутренней политики и что-то такое. Возможно, что-то такое, да. Вы вспоминали об этом периоде когда-нибудь с ним? Да, мы обсуждали. Ну, здесь, наверное, я лучше не буду ничего говорить, потому что Женя, если захочет, сам расскажет. Ну, мне странно за него рассказывать. Но, мне кажется, самое красноречивое, что он оттуда ушел. Просто отдел внутренней политики — это как раз вот те самые ребята, которые сделали так, как все сейчас. Я знаю. Но он ушел оттуда. Не смог. Когда ты пришла к Славе Комиссаренко, не смотрите это видео, особенно пацаны. Я давно не видел, чтобы кто-то так про своего мужа рассказывал. И в комментариях писали — Бортич вышла замуж за сына маминой подруги. Да, где взять еще? Да. Ты сама там признаешься, что тебя могло смутить, что его благосостояние, он обеспеченный чувак, оно от папы. Ну, как бы, это очень быстро рассеялось. А как это рассеялось? Ты сказала, я проверила, точно нет. А как это можно проверить? Ну, просто, знаешь, когда вы только-только познакомились, у вас первое свидание, это не самая такая тема для обсуждения, но когда чуть-чуть прошло времени, буквально совсем немножко, это очень быстро стало видно и понятно, что, ну, просто чувак с самого начала все делал сам. Никогда не принимал никакую помощь. Все сам, все, что у него есть, он сам сделал. Ну, если бы ты познакомился, например, с Женей, может быть, это когда-нибудь произойдет, ты поймешь, о чем я говорю. Здесь, ну, я просто не очень хочу, знаешь, попадать в эту позицию, когда я там оправдываюсь или рассказываю, но я в этом не сомневаюсь, я именно поэтому им так восхищаюсь. Он очень умный, он невероятно волевой и целеустремленный человек, который просто... Ну, то есть вот, например, я думаю, он вот захочет в космос полететь, я думаю, что он это сделает, ну, типа, не сейчас, понятно. Если мне кто-то покажет шар гадалки, что там через 10-20 лет это произошло, я скажу, ну, понятно, это же Женя, он же захотел. Что про бизнес его думаешь? Думаю, что это классный бизнес, он сам его придумал, построил. Ну, основной бизнес — это школа, ораторская школа. Так, а еще какой есть? «Король говорит». Это да, а? Ну, был еще один, его больше нет, была еще парфюмерия. Женя. Женя придумал школу, потому что он не смог найти то, что его устраивало. Он первые самые как бы открывал, когда школу, он набрал очень крутых преподов там из театральных, из МХАТа, возможно, я точно не скажу, могу ошибиться. Вот, и как бы его модель вот очень круто подошла, его подход очень круто сработал. Ну, и сейчас это, ну, вы можете проверить, но если я не ошибаюсь, то «Король говорит» — это самая крупная ораторская школа в России, которая есть. Предположим, что к твоему тестю придут и скажут, у тебя невестка жестко вообще против режима. Прими, пожалуйста, меры. Может ли он как-то на тебя воздействовать? Маловероятно. Через мужа? Ну, может, независимо от них. Чем важно? Словами? Ну, вряд ли. Как ты думаешь, если будет выбор у Жени, твоего мужа, выбрать между тобой и батей? Вот по части вот таких вот политически-деловых взглядов. Что он выберет? Я думаю, что и Женя, и его папа — слишком умные, зрелые люди, чтобы такой выбор возник, как бы далеко не зашла эта ситуация. Ты вообще представляешь, как устроена политика и бизнес крупные в России? Там таких выборов? Надеюсь, такого не будет. Три любимые песни Вани. Ого! Их очень много у него. Да. Ну, на первом месте это то, что вселенная бесконечна. Я... Это навсегда будет моя самая любимая песня. Но я надеюсь, это позже случится гораздо. Я туда совершенно не тороплюсь. Как бы круто там ни было, мне одно ясно. Еще сильнее я в тебя все равно не влюблюсь. Ну, я не могу. Это будет «Устрой дестрой». Устрой дестрой, порядок это отстой. Кружи, ромай, тряси божкою пустой. И... У Вани есть, кстати, одна неизвестная песня — «Дождь». Почему неизвестная? Ну, она не очень известная, откровенно говоря. Сейчас давайте... Это был «Дождь». Нет, я думаю, что мы с тобой про разные. У него есть... Ты не про «Это был дождь». Это был «Дождь». Да. Я в подъезду. А, да, извините, я просто, может, маленькая была. Стучу по твоей крыше, вот ты не услышишь. Ты, как всегда, ничего не поймешь. Она же так записана. Давно-давно просто. Ну вот, ну, блин, очень сложно выбрать. Она очень крутая. Я не могу у меня... Давай ее просто поставим. Это раз ты считаешь, что это неизвестная, хотя... Ну, видимо, просто у старичков все иначе. Полтора года назад ты же выходила на... Это по поводу актера Устинова, которого просто ни за что хотели в тюрьму посадить. Да. Но и на митинг по московскому делу. На Сахарова. На Сахарова 29 сентября. Да. Да, выходил. Но он был согласованный, был большой, и было очень жалко, что... Ну, как бы, я думаю, будет больше людей. Ммм. Ты разочаровалась, да? Нет, ну просто, знаешь, такое было... Какое-то вот это единение, то, что тогда вот мы все вышли. Лешу меняла тогда, освободили. И Пашу выпустили. Я думаю, что это было все-таки связано. Я думаю, что все-таки наши пикеты произвели некий эффект. И было очень жалко. Я тогда снималась в Абхазии. Я просто сходила с ума. Я сходила с ума реально. Потому что я прилетала там, в какие-то дни я просто шла на пикет. Стояла свое. И ехала сразу в аэропорт на съемки. И я сидела в вагоне в Абхазии. И просто не находила себе места от того, что я не могу там быть. Отправляла ребятам... Там была шутка про департамент еды Бортич. Я отправляла ребятам что-то поесть. Так переживала, что все на холоде. Блин, я уже не буду плакать. И я, честно, испытывала какие-то... Ну, просто вот знаешь, про что ты спросил. То, что я как бы думала, что это не мое дело. И вдруг вот это осознание тебя накрывает, что нет, это твое дело тоже. И как-то вот это все очень остро у меня тогда происходило. И я помню этот момент, когда какое-то очередное жесткое видео. Ужасное. С летних вот этих вот выходов. Ну, из-за которых началось вот московское дело и прочее. И я вижу как-то просто ужасающее видео. Меня накрывает. Я начинаю рыдать, ко мне заходит ассистентка в вагон и такая, Саш, тебе типа на площадку. А я прям не могу успокоиться, меня трясет. Это все очень больно, на это смотреть. Ты сама говорила потом, что когда вписываешься в какие-то такие политические истории, иногда нахлынувает чувство бессилия. С этим сложно справляться, да. Что ты делаешь, делаешь, делаешь. И ничего не происходит. Ты такой, а что мне еще сделать? А на самом деле делая больше, ты делаешь меньше. То есть мне Ванек очень круто тогда сказал. Ванек? Ваня Алексеев Нойс написал мне и объяснил мне, что, ну, он так как опытный в этом деле, что здесь, и я очень ему за это благодарна, потому что я действительно, ну, если ты пролистаешь мой инстаграм вот на то время, там только, там посты только об этом. Я просто не могла остановиться, и я такая, ребята, посмотрите, какая жесть. Администрация президента каждый день, пикеты, мы должны всех вытащить. Естественно, этого в итоге не произошло. Ну, до конца всех не вытащили, и это все продолжается до сих пор. Но очень важно, особенно когда ты публичный человек, то есть я вот, допустим, говорю об этом, и все такие, о, да, посмотри. А в следующий раз, когда я об этом скажу тут же, ну, там, на следующий день, уже половина от тех людей обратит внимание, а потом еще меньше. И то есть ты закапываешься в это, и очень важно вот этот баланс, и как раз таки, чтобы не свалиться в эту безысходность, не потонуть там. Очень важно находить вот какой-то компромисс. Расходовать патроны рационально. Ну да, потому что все-таки я, опять же, да, я не политик, и не стремлюсь к этому. Это не моя основная деятельность и работа. Поэтому, да, важно как-то это, это сложно. А был ли хоть кто-то из коллег, кто говорил тебе, можно не называть фамилии, кто говорил, Саш, ну зачем? Тебе надоело в хороших фильмах сниматься? Я, наверное, просто не дружу с этими людьми, которые могли бы мне так сказать. Но я знаю, кто так может сказать. Я с ними не близка. «Ругань за стены» была для тебя актуальной песней? И кто из них прав, мне все равно, ведь они оба мне нужны. Я засыпать привык давно, подруга не за стены. Для 95, мне кажется, процентов детей это актуальная песня, к сожалению. Да, да просто это же очень крутая песня. Мне кажется, даже если у тебя за стеной не ругаются родители, вот это ощущение такого покинутого, непонятого ребенка, оно очень присуще многим. А я же еще, ну как бы, типа, трудный ребенок, считаюсь. Здесь, кстати, очень уточного подвели. Я просто попечитель фонда. «Шалаш». Да, «Шалаш». Меня очень трогает то, что делает наш фонд, и мне кажется, это очень важным. Потому что трудные подростки — это не трудные дети, это дети, которым трудно. Это такой как бы манифест нашего фонда. И это правда так. Вот вспомни, когда ты в школе учился, я не знаю, как у тебя было в школе. Херо. Да. И что, типа, ты охламон, олух, плохо себя ведешь, ты плохой. Но проблема в том, что дети не могут сами справиться со своим трудным поведением. Они его не контролируют. То есть это, скорее всего, идет от семьи или от одноклассников. То есть у ребенка проблемы в семье, он приходит, дебоширит в школе. Но вместо того, чтобы этим как бы проникнуться, заняться, понять, ну, почему это происходит, что делать? Вызывают родителей, ребенок получает люлей, все только усугубляется. Становится хуже. Россия занимает третье место в мире по количеству подростковых и детских самоубийств. Правильно не дрючить ребенка, а распутывать клубок, который к этому приводит. Просто как бы это то, чем занимается фонд. У фонда есть такой большой, такой большой крутой план на десять лет. В прошлом году мы сделали. Смысл такой, в общем, чтобы у учителей было понимание и инструмент не панчить ребенка, да, не вызывать родителей, а чтобы они знали, как с этим разбираться, чтобы весь миллион учителей в России, которые есть, имел возможность и понимание того, что делать с трудными детьми, и занятия для трудных детей, для родителей. В общем, там очень много всего. Если у вас трудности с детьми, если вы трудный ребенок, как вам кажется, или подросток, заходите на сайт шалаша, там все есть. Ты не раз говорила, что тебя жестко булили в школе. За что? Ну, за длинный язык, не в физическом смысле. Я же, ну, действительно такая достаточно дерзкая была. Но я не могу сказать, что я напрашивалась и получала. Ну, просто я каталась на скейте, ходила в рок-футболках. Я на полном серьезе спорила со своими одноклассниками, которые мне говорили, ты тупая, потому что ты читаешь книги. Да, это железная логика. Меня на выпускном... Это не школа коррекции была? Нет, это обычная школа на Полежаевской. Нет, я благодарна очень школе, потому что со школы у меня мой самый лучший друг, которого я, в принципе, уже, не знаю, лет с 15 мы называем другого брата и сестрой. Санек. Саша, да. И по-другому я его не чувствую. Ну, то есть, когда мы просто настолько близкие друзья с самого раннего возраста, там, со второго класса. И я очень счастлива, что у меня есть такой друг, который... Он сейчас живет в Америке и даже, там, не видя его год-полтора, редко видясь, каждый раз. Ну, то есть, это моя родственная душа, действительно. И я его встретила в школе, значит, это того стоило. А буллинг как проявлялся? То есть, просто наезжали или какие-то вещи, как в сериале «Школа» тоже бывают? Нет, такой жести не было. У меня была одна очень неприятная история с дракой, когда меня практически отвели туда. И все смотрели, а я только говорила, что не хочу драться. Это очень неприятно было. А ты против девушки? Ну, какая-то девочка пришла со мной разбираться, да. Вот. И все смотрели, стояли, и никто ничего не сделал. Ну, снимали на телефоны. Хотя я стояла и такая, я не хочу драться, я не хочу драться. Вот. Это очень неприятный эпизод, если честно. И еще... Блин, я не знаю, но, наверное, я скажу об этом. Меня на выпускном ударил одноклассник по лицу. Просто дал мне за трещину тыльной стороной ладони. За что? Очень сильно меня не любил. Ну, типа он так пар напоследок решил выпустить? Не знаю. Ну, там была история, что я дружила с девочкой. Все так странно в этом рассказывать. В общем, была девочка, и они встречались когда-то с ним. Потом, когда мы пришли, получается, в одиннадцатый класс, наверное, да, в одиннадцатый класс, я за лето перед одиннадцатым классом, она с ним рассталась, и мы подружились. И мы пришли как бы подружками. Мы дружили, она там ходила, страдала, там у них какие-то страсти были. Ну, он типа урод и все такое. И потом она опять начала с ним встречаться, и его бесило все это время, что она дружит со мной, потому что его бесила я. И они вместе начали меня булить, унижать. Ну, например, я могла на как-то ОБЖ, я читала какой-то доклад, и он такой поднимает руку кто-нибудь, и говорит, начинает задавать глупые вопросы про картошку. Потому что я... Потому что ты из Беларуси. Да. А на выпускном, я вообще не хотела на выпускной идти, меня мама заставила. Ну, то есть я не понимала, что мне там делать. Ну, как бы мама такая, нет, надо. Ну, то есть я как бы немножко... Не то, что меня мама заставила, ну, я, скажем так, не очень хотела, потому что у меня там... Понимаешь, почему? Но я очень красиво выглядела, да, это все мама мне помогла сделать. Я была прям такая очень красивая леди в черном платье. И в какой-то момент я сидела, слушала эти вот... Ну, знаешь, на выпускных вот эти вот выступают поп-исполнители. Взрослым в жизни. Я сидела... Толя Лужники... Ну, я не помню, где вот выпускные проводятся. Короче, я сидела. И в какой-то момент я такая, да, блин, типа, наплевается. И вдруг поймала что-то и пошла со всеми танцевать. И что-то как-то расслабилась. И вот там была эта девочка. И я, типа, тоже начинаю с ней танцевать. И вижу, как он подходит, разворачивает ее. И я прям слышу, как он ей говорит, типа, там... Ну, что-то типа, не надо с бортич тусоваться. Я ему говорю, эй, ну ты чего? И он просто разворачивается и... Вот. Вот. Это было неприятно. Это было больше обидно или это было прям больно? Это было больно. У меня слетели накладные ресницы с глаза. Да, это прям было сильно. Этот чувак, угадай, где работает теперь. В милиции? Да. С первой попытки! А? Да, это было смешно, когда я узнала. Причем несколько лет после школы про него ходили другие совершенно слухи. Криминальные? Ну там, типа, наркотики, что-то такое, наверное, подобное всякое. В общем, не очень успешное. А потом нашел призвание свое, видимо. Как думаешь, где он был 23 января? Не знаю, не хочу об этом думать. Есть понимание, что делать, когда вот такая херня происходит? Да. Есть. Ребенку, который либо проявляет агрессию, да, либо ее получает, очень важно иметь вот этого взрослого, близкого, которому он сможет довериться. И часто вот это поведение учителей, к сожалению, которые, ну, по сути продолжают этот буллинг просто с другой стороны, когда тебе говорят, вот, ты такой-сякой, и ты просто не можешь никому довериться. И вот очень важно как бы со стороны, я не знаю, родителей, мне кажется, ну, замечать какие-то микро штуки, подмечать. Это тяжело, но как бы вот детям, которые, например, если сейчас кто-то смотрит, как я это говорю, из подростков, которые получают вот эту агрессию в школе, все, что я могу сказать, не молчите, делитесь. Найдите какого-то близкого человека, взрослого, кому вы сможете это доверить, и он вам поможет. Это сложно, особенно когда ты подросток, и тебе кажется, весь мир против тебя, и ты очень сильно не поняты всеми родителями в школе. Но, блин, другого пути нет, самому с этим справиться практически невозможно. Что ты делала в тот вечер? Когда меня ударили на выпускном, плакала и курила сигарету. Маме рассказала? Маме рассказала, через несколько лет она охренела. Я помню, что все это видели, ну, это же все видели. И потом мне рассказали, что вот эта девочка, его, моя бывшая как бы подруга, что она там стояла, и ей пришли и сказали, что, а ты знаешь, он ударил Сашу. Я сказала, а-а-а, да, насрается, типа. Вот. Но она, кстати, через несколько лет передо мной извинялась за все. Юрий будет дуть, дуть будет, Юрий. Ты много лет занималась в музыкальной школе? Планировали снять в Месинге? Да. В Музыкалке, потому что ты там долго занималась, а в Месинге... А в Месинге, потому что мы там проводили отчетные концерты каждый год. Нас но не пустили. Нам дали торрот-поворот, да. Говорят, что коронавирус. Поэтому мы хотим поговорить про саксофон здесь. Давайте. Почему саксофон? Да как-то так сложилось. Просто я пришла к маме с желанием пойти в музыкальную школу. По очевидным причинам, как бы, пианино в однокомнатной квартире сложно разместить. Баян носить тяжело. Одиннадцатилетнему ребенку... Ну, скрипка — это как бы... А чё, плохо? Ну, на скрипке — это нужно быть очень талантливым человеком, чтобы можно было это слушать. Ну, ты представляешь, когда ребенок учится на скрипке играть, это... Просто мешок с котятами. У меня есть фотки. Вот такая ты. Да, я здесь секси. Типа, мне здесь лет шестнадцати, и я такая протестую против уродских оркестровых рубашек. А эти рубашки вот здесь просто не видно. Они были такие шелковые. Ну, типа псевдошелковые, синтетические, естественно. Такого голубо-серого цвета. И женские рубашки были такие вот так, и здесь две такие огромные рюши. Ужасные, ужасные. Блин, рюши. Не любишь рюши? Да, ну, очень люблю. Блин, я думала... Обожаю, рюши, 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 мои любимые рюши. Ты подзабыла, как играть на нем, да? Да, я не играла очень много лет. И даже когда ты меня спросила, я тебе сказала, что не Юр, не Варик. А потом мы начали вот эту активность всю с музыкальной школой. И я подумала, ну что я? Ну что я? Не хвостанул, что ли? Хвостовством, хвостушным. Просьба. Можно попробовать попросить тебя не только хвостануть, но и кое-чем мне помочь? Так, 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 так. Пацаны, мы помните, когда этот сентябрь... Горит? Вот. Умница? Плачет. Но он... Не смог поступить иначе. Олестья русская... Нет, нет, ну как же, я... Что? Я плачу, и вместе с тем... Умираю. Ты же видишь? Страдаю. Забери. Умоляю. А это ты откуда знаешь? Пока, Юра. А это ты откуда знаешь? Так, ну у меня же тоже было 15 когда-то. Подожди, мы вторую песню спели, это группа Майо. Это Оригами. Это Майо. Потому что я знаю эту группу Майо тоже. Опа! Так, пропускали? Вот, нашел. Что? Смотри. 2018 год. Они дали тебе трубу без мучштука? А, нет. Я подумал, шутники. Короче, это Парыгин, у которых сейчас группа Радар, бывший трубач Ленинграда. Он дал мне подуть. Так, ну потому что Юра будет... Да, все на поверхности. Все на поверхности, вот. КВН. Я ни одного звука не смог изобрести. Да, потому что на трубе... Ну, труба работает иначе, чем саксофон. В саксофоне... Сейчас я буду собирать, могу продемонстрировать. Есть монштук, к нему прикладывается трость. Прошу. Монштук саксофона. Вот трость. Саксофон относится к группе деревянных духовых инструментов. Труба — это медные. Да. Да, Александра... Николаевна. Николаевна. Когда Саша будет дуть... Происходит колебание трости, и от этого звук. Поэтому деревянные духовые. Потому что без этой штучки ничего не будет играть. У медных, вот монштук, да, он там круглый, и они... Труба медная. Да, полностью. Туда ты сразу... Кларнет — это деревянный духовый. Но смысл в том, почему ты не смог играть. Потому что если ты будешь делать вот так просто... Вот в эту штуку... Ну, там... Железный, да? То звука не будет. Там надо... Вот так они как-то делают. Там, в общем, очень-очень сложная система, как... Они все губа... Ты видел, что на трубе всего три клапана? Всего три клапана, и все остальное они делают губами. Так, на меня шенечек. Нормально, смотри. Объясняю, гляди. Угу. Ничего, что я облежу ту же деревяшку. Ну, что ж поделать, придется... Видимо, сегодня она будет одноразовой. Ну, давай уточним. Мы оба переболели. Да. У нас оба... У обоих антитела. И эта шутка не про коронавирус. Короче, ты берешь... Очень важно. Натягиваешь нижнюю губу на зубы. Нет. Ужасно выглядит. Здесь тоже шутка, как из друзей, типа... О май гад, Чандер мейкинг his sex face. И он такой... Ладно, неважно. Угу, да. И теперь закрой ртом вот весь, чтобы не было... Да. Натяни... Подбородок. Да. И теперь дунь. И теперь... Ну так, смотри. Сейчас, 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 сейчас. Подожди, расслабься немножко. Господи, ты в зажиме. Вот это вот сюда. Вот это не трогай. И дунь еще раз. Вот эти нет? Нет, вот эти три верхней. Дудь. Вашему вниманию. Спасибо. Юрий Дудь, друзья! С вас по косарю. Ты как-то сказала, что режиссер Борис Хлебников попадет в рай. Это правда. Почему? Не, вообще не только Боря попадет в рай, я знаю, еще парочку. Ну просто я так кайфовала от того, что, знаешь, у меня прямо перед этим, наверное... Если я ничего не путаю. Был проект, когда меня заставляли просто до буквы по тексту говорить. По не самому хорошему тексту. Когда ты такой, давайте я вам сделаю живенько-классненько. Говорят, нет, здесь ну в начале предложения, ты его не сказала. И ты такой... А к Боре ты приходишь, к Боре, мне здесь неудобно. Не говори, не говори. Вот это тоже убери. Не надо. Вот это все. Не надо все. Все. Вообще это не только Боря. Просто, видимо, у меня на контрасте с тем проектом. Вообще любой адекватный режиссер понимает, что, ну там, один случай из миллиона, когда действительно какая-то вот может быть очень важность, в которую именно важно вот именно вот так сказать. Но обычно адекватные, хорошие, классные режиссеры все говорят, да, конечно, говори, как тебе удобно. Борис Хлебников. Очень крутой. Кто еще попадет в рай? Ну не Гуся, конечно, попадет. Так. Первая любовь. Она запустила мою карьеру. Нет, там несколько людей были, кто это запускал. С Нигиной Сайфулаевой вы даже репетировали. Это самое крутое. Репетировать перед кино — это же дикая, редкая штука. Это большая редкость, к огромному моему сожалению. Нет ничего лучше вот этих читок, когда просто идите и читаете, читаете. Мы читали два месяца перед съемками. Каждый почти день мы читали, читали. Просто в офис приезжали? Приезжали в офис, читали, репетировали, пробовали, обсуждали. Это было охрененно. Мы знали текст наизусть. И это было не в смысле того, что не нужно учить, а просто мы дышали этим. В общем, это был лучший проект, с которым можно начать вообще съемки в кино. Мне безумно повезло во всех смыслах того, что меня нашли, сняли. И именно такой проект мне попался в начале, благодаря которому вообще все пошло. Говорят, Никита Михалков в своей величайшей фильме снимал так, что перед этим несколько месяцев репетиций. Это безумно полезно для всех, мне кажется. У нас, по-моему, даже светики знали текст. Это было круто. Ну, то есть все просто, все были в этом. Сцена, где вы бухие. Угу. Вы же там не бухие? Нет. Какая же она неудачная, мне кажется. Вот я бы не верил ни капельки. Да, ты знаешь, это просто самая сложная вещь играть в пьяных, поэтому больше трезво я в пьяных не играю. Нет, а мне не стыдно даже, если как бы режиссер не против. Я это обсуждаю заранее. И, например, вот в «Я худею» сцена, где меня… Ты же смотрел «Я худею», где меня кулик забирает из клуба, когда я похудевшая пьяная. И там потом есть склейка, как я вспоминаю, где мы в тачке едем. Да. И я такая, а мой папа, вот вообще они когда поехали, типа… И я просто понимала, что… Ну, я очень к себе отношусь критически. Я не считаю себя какой-то супер-пупер актрисой, талантливой. Поэтому я говорю, это сыграть невозможно, очень сложно. Это действительно сложно даже для, я знаю, самых больших артистов, играть пьяного очень сложно человека. Поэтому, если ты выпьешь как бы там, я не знаю, бокал вина, ты как бы… никто не говорит добиваться до того состояния, которое тебе надо играть. Но чуть-чуть выпить и поймать как шофе, да, и вот это вот ощутить, вот это вот все внутри. И тогда уже можно это разогнать и играть, и это намного круче, легче идет. Вот. Поэтому не вижу в этом ничего такого. Я, конечно, помню эту сцену, где не трогаю, это харам, я православный. Да, да, это смешно. Блин, Женек вообще прекрасный, очень классный. Я считаю… Да, я считаю, он очень здорово сыграл, типа блогер, бла-бла-бла. А на самом деле он такой трогательный, такой молодец. Там, просто обожаю его. Я отстой. Это была моя мечта — научиться на барабанах, но как мы видим… Антон Долин в 2015 году писал, после Духлиса, когда про тебя все узнали. Сочетание вульгарности, отчаянности и чувственности может превратить ее в секс-символ поколения. Если, конечно, будет выбирать проекты с умом. Не получилось. Ну, что выросло, то выросло. Да, Сереж? Не особо. Я очень хочу с тобой поговорить про тему, как талантливый актер или актриса вляпываются в плохие фильмы. Как это происходит? Как это происходило у тебя? У тебя есть несколько историй, которые прям не получились, а все неуловимые. Как это получилось? Это чисто неопытность начала карьеры? Да. Это неопытность. Это чуваки, которые тебя юзают, потому что ты молодой, неопытный. И на тот момент, например, у меня был агент, которая не могла за меня постоять. И нас реально заставляли… Тебе просто говорят, ты приезжаешь там, типа, завтра в 8 утра, а ты приезжаешь. У тебя смена с адскими переработками, там, 15 часов, 16 часов съемки в духоте, в аду. И потом у тебя 6 часов пересменка. Ну, то есть это подход не как… Ну, это не про творчество, а просто про эксплуатацию. Ну, да. И просто мне вот было там 19 или 20 как раз лет, и такая вот история про ребят, которые делают справедливость, и все такое. Такая крута девчонка с пацанами. И, конечно, мы все думали, что это будет очень круто. Ну, то есть я очень верила в то, что мы делаем. Мы все очень верили в то, что мы делаем. Вот. И, к сожалению, не от нас зависит. Просто еще в самом начале, то есть это мой, по сути, был там второй или третий проект. То есть одновременно снимались они, по-моему, и Духлес. И, ну, не было понимания. Это сейчас у меня есть понимание, что хорошо, что плохо. Ни насмотренности, ни начитанности сценариев тогда не было. Как ты поймешь? Ну, ты маленький, глупенький белорук, который… Как ты сейчас выбираешь ролик? Технически расскажи. То есть ты получаешь, например, название проекта, и знаешь, кто там режиссер? Да. Идешь, вбиваешь в кинопоиск, что режиссер наснимал? Да, иногда. Иногда ты просто знаешь. Ну, вот сейчас, например, мне прислали сценарий один. Я там знаю режиссера и спорно к нему отношусь, к его работам. И я открываю сценарий, и знаешь, там, типа, пять страниц читаю, я уже понимаю, что это. Я просто такая, блин, я, пожалуй, даже дочитывать не буду. А, плохо? Ну да, просто очень плохо. И ты такой, ну, пожалуй, нет. Бывают спорные моменты, когда я прочитала, мне, например, что-то нравится, что-то вызывает вопросы. И ты идешь на пробы, и там вот выясняешь обстановку. Там, знакомишься с режиссером, например. Я знакомлюсь, если я не знакома, и, допустим, может быть, у меня были какие-то вопросы, я познакомилась с режиссером, я поняла, что мы вот на одной волне, что он крутой, он мне рассказал, что он хочет делать. И я такая, да, чуваки, давайте, если вы меня утвердите, я с вами. Как я уже сказала, это максимально подневольная профессия. И даже если тебе в процессе кажется, что все великолепно, потом ты можешь найти себя просто в клипе Ольги Бузовой. Мне не стыдно, потому что это не я сделала. У меня был фильм, в промо которого потом выпустили клип Ольги Бузовой, который был смонтирован как бы из кадров, где я и где девчонки, с которыми мы снимались. А есть закономерность, что чем круче режиссер и чем интереснее проект, тем меньше денег на нем можно заработать? Ну, как правило, арт-хаусное. Нет, как правило, да, независимо какое-то авторское кино, которое там очень крутой сценарий, там драма, например, да, и режиссер, который эту идею написал, придумал, допустим, там вот все вот такое. Конечно, скорее всего, это будет не самый высокобюджетный фильм, и зарплата там ниже. Но я могу сказать, что я немножко подустала в какой-то момент слышать, что я очень дорогая, очень занятая. А я такая, так нет, так присылайте мне. Сколько твой съемочный день стоит? Я не буду говорить. Всегда по-разному. Давай возьмем отметку 300 тысяч рублей. Больше или меньше? Точно не больше. Не больше? Нет. Но я знаю, что есть слух про какие-то 300 тысяч, которые я получаю. Это интересно. Мне один раз его передали, я посмеялась. Я не там еще. Это интересно. Я знаю, что я так слышу. Это интересно. Я прощусь теперь. Я прощусь теперь. Потому что меня плохо помнил. Это единственная пьеса, которую я за несколько лет выучила до конца, и я ее уже забыла, просто я не практиковалась. Это Илья Бешевле, русский молодой композитор, мальчик. Очень классный чувак, и я его очень... Илья, привет. А есть что-то, что ты не умеешь? Смешно, мне приятно, спасибо. Не, на самом деле, да, вот... Смотри, потаяло чуть-чуть, да? Да, я, да, я растаяла, да. Расскажи о самом невероятном концерте, на котором ты была. Ну, наверное, это все-таки Роберт Плант. Просто это самая сильная любовь моя была. Я очень люблю Led Zeppelin, то есть для меня нет лучшей группы. Можно их не слушать долго, можно слушать бесконечно. Как угодно, но всегда ты вернешься, и всегда ты такой... Я тебе объясню, мне было 17 лет, когда был этот концерт. И вообще, это, кстати, очень смешная история, как я на него попала. Я работала в магазинчике с дисками, который был продуктовый. Ты заходишь в продуктовый, там какая-то хрень, какая-то хрень и диски. И вот я сидела, значит, продавала диски и познакомилась с ребятами. И какой-то чувак тогда... Мы с ним прям подружились. И там он ко мне все время приходил. И вот у него был друг, который обещал меня взять на концерт Папа Рооч. Тогда приезжал Папа Рооч, я страдала, но у меня не было денег купить билеты. И он такой, типа, там, пойдем, у меня есть билеты, короче, вся херня, пойдем. И пропал на два дня. И такой, потом появился, я думаю, ну он же мне никто, он даже мне не друг. Но он потом появился и говорит, там, прости, да, я обещал и не выполнил. Прости, что хочешь, давай я достану тебе какие-нибудь билеты. И я такая, блин, Роберт Плант. Он мне дал телефон и сказал, позвони, скажи там, что ты от того-то. Я уже, честно, вот этих подростков не помню. Помню, что я приезжаю, куда мне сказали, приезжаю, там такая проходная, выходит чувак. Как на Rock FM зовут самого известного чувака, который у них голос, Rock FM? Евгений... Не помню, не помню. Блин, ну, я вот тогда просто Rock FM слушала, все время в тачке с отчимом. И выходит этот чувак, и оказывается, что это он, прикинь. Короче, Rock FM разыгрывали билеты, и он достает такую пачку. Из кармана. И просто такой смотрит на меня. Говорит, это вы, ты такая мелкая, типа идешь на Роберта Планта. Я такая, да, я еще на сксофоне играю. Он такой, молодец, держи два. И я такая, а можно три? И он мне дает третий билет, и я просто офигела. Точно не Евгения Штольцева зовут? Проверь. Пошли мы, короче, на Роберта Планта. Было круто. И угорели. Да, я помню этот момент, когда я захожу, это Крокус был. И мы заходим, и я, короче, вижу его. А это моя, ну, подростковая еще, кроме любви к музыке, просто тут, боже, я смотрела на этого чувака, я так его любила. Какой он вот с этими всеми своими штучками, и когда он с бубном там танцует в этих расстегнутых рубашках. Ну, то есть я просто очень его обожала. Я увидела, несмотря на то, что он уже, конечно, иначе выглядит, но все равно в нем это есть, и он крутой. И я, ну, я как оглушенная стояла, мне кажется, это было очень круто. Ты снималась в сериале «Филфак»? Вокруг него ходит байка. Там есть обложка, ты помнишь обложку? Конечно, я помню эту обложку. Обложка, вот она появляется. Найди, где заканчивается чужая шея, и начинается моя голова. Есть байка о том, что кто-то из топ-менеджмента канала ТНТ тебе звонил утвердить эту обложку? Ну, не совсем так. Чуть ли не Артур Дженебекян. Он мне звонил, да. Но не утвердить, а уговорить. Значит, объясняю. Люди, которые делают, ну, как я понимаю, то, что я видела за года работы на ТНТ, люди, которые занимаются как бы промо, съемкой постеров, это другие люди. То есть мы сделали сериал. Чуваки, которые делали сериал, снимали, придумывали, они не имеют отношения к людям, которые придумали обложку, постер. Постер изначальный был такой. То есть рефы, которые мне прислали накануне, выглядели так. Голая я, полностью голая я, со стопкой книг, которая начинается вот здесь, заканчивается вот здесь. Стою боком с голым бедром, и вот мы вот так вот просто... А сериал, ну, я понимаю, что я его не смотрел, но там за сериал два раза люди целуются. То есть он вообще не про секс, абсолютно этого там нет, там вообще про другое, там очень нежно все. И я это вижу, шок-контент, да. Ну, как бы мы все, мы сказали, никаких голых съемок быть не может. Все там, все мы запретили. Я приезжаю на съемку, там все изменилось, там меня одели. И мы идем снимать вот этот кадр с книгами, но типа я в платье. И на меня, знаешь, надевают платье, из которого нитки торчат, потому что его только что обрезали, которое начинается вот здесь и заканчивается вот здесь. И я стою вот с этими книгами, меня фоткают, и я говорю, ребят, а у вас в кадре ощущение, что я голая? Ну, видимость. Они такие, ну да. Я говорю, то есть вы думали, что я как бы не согласна была просто голая стоять? Ну, это же очевидно и так. У меня еще тогда очень острая была, как сказать, потребность немножко. Я скатывалась все время в один образ такой вот откровенный, да, девчонки. И очень этого не хотела. И мой главный аргумент был, если бы это была там эротическая драма, я бы поняла такой постер. Но так как все вообще про другое, ну, мне казалось, что это просто настолько неправильно, меня уговаривали. И вот звонил Артур Дженабикян. И я все равно не поддавалась. Закончилось тем, что мне позвонил Толян Беликов. Привет. Я ищет, который работал барменом со мной в одном баре и потом работал на ТНТ, там, не знаю, в авторской группе. И мне звонит Толян и говорит, Саня, пожалуйста, я тебя умоляю. Они не дают мне прохода, потому что знают, что я тебя знаю. Все очень хотят этот постер и так далее. И в итоге я сдалась, согласилась на вот эту книгу открытую. Но больше всего мне обидно, что никто не стал переделывать фотосессию. Если вы посмотрите, там очень хорошо видно, что башка приклеена. Ну, это так тупо, мне кажется, нет? Ну, а тебя смущало то, что повторение образа или просто эксплуатация вот этого? Ну, что это зачем? Это как бы типа голая телка продает сериал. Ну, это ж тупо. Я слышал по легенде, что ты кого-то послала прямо на три буквы, когда звонили. Нет. Байка? Интересно, кого? Дженабикяна? Да. Нет, такого не было. У нас был очень милый разговор, знаешь, когда тебя уговаривают, а ты не хочешь, и вы. Я такой, ну, пожалуйста, ну, пожалуйста, нет. Ну, пожалуйста, давай. Ну, пожалуйста, нет. Ну, нет, все очень. Как это я могу Дженабикяну шутить? Ну, во-первых, даже не важно, кто человек, я никогда не буду такой грубой. Ненавижу грубость. Ну, это в смысле... Ну, то есть, если ты с кем-то ругаешься, с мужем и то. Ну, нет, я слава себе представляю, как я кого-то посылаю. И еще один из самых крутых тоже — это Iron Maiden. На Iron Maiden было очень круто, потому что я была на Deep Purple, и это было, ну, скучно. То есть я такая, о, вот эти чуваки живые. Я посмотрела, спасибо. На Iron Maiden шла с той же, в принципе, мыслью. И я прихожу, и там просто огонь, взрывы. Огромный этот чувак, как его зовут, Эдди, этот скелет их. И Брюс просто бегал, переоделся пять раз в свои кафтаны. Ну, это было очень круто, очень круто. Но жалко, что мою самую любимую песню они никогда не играют на концертах. Это какая? Mother Russia. Mother Russia, dance of the sun. Ты знаешь эту песню? Это же охеренно! Как ты относишься к группе Aria тогда? Ну, которые начали карьеру на, как я понимаю, зайцами? Ну, как можно? Не знаю, я как бы равнодушна, наверное. Ну, без негатива. Нет, без негатива. Но это смешно, что у них же есть песни, которые скопированы вплоть до текста. Это смешно. Это смешно. А еще смешно, что у Арии есть такие фанаты, которые говорят, что это Iron Maiden. У них украли песню. Знаете? Реально есть такие чуваки. Ты видела такие? Я видела таких на концерте Iron Maiden. Они были в футболках Арии и обсуждали, что это Iron Maiden украл у Арии песню. Ну, ладно, послушаем. Я обожаю струкала. Да? Вообще жестко. Я ухожу к другому, его зовут Рустем. Он КМС по боксу и бизнесмен. Это же потрясающе, это великолепно. У них очень крутые, очень крутые. Это просто можно слушать, не переслушать. У меня еще бывают такие, знаешь, когда я такая, это очень крутая песня. Слушай песню, люби песню. Вот это все. Ну, я уже продемонстрировала. Я всегда боялся таких людей. Это я. Люди не тупые. Люди чувствуют фальш. Ты так говорила про текст, которым актеры говорят на экране? Возможно, да. Кстати, про кино вот тоже можно сказать. Ну, а почему мы зрителя как бы держим за дурака? Ну, вот эти вот все фильмы, да, которые вот мы смотрим, и ты такой, блин, ну что за плохое кино? Ну, как бы, это же сделано с расчетом, что ты поведешься на это. Ну, мне кажется, люди гораздо умнее, чем о них иногда думают люди, которые делают кино. Твой бунтарский дух и в смысле темперамента, и в смысле сейчас гражданской позиции. Как ты связан с тем, на какой музыке ты росла? Или это очень стереотипная связь? Да, мне кажется, что это какая-то, знаешь, одно, это как курица или яйцо. То есть, почему ты слушаешь рок? Потому что у тебя такая бунтарская душа? Или ты слушаешь рок, и у тебя внутри такой огонь разгорается? Непонятно. Поэтому, мне кажется, это слишком взаимосвязано, чтобы отделить одно от другого. Нет? Ну, возможно. Ну, а возможно... А твоя? То есть, поговорка, что кровь не вода. Ну, типа, кровь имеет значение на то, и влияет на то, как ты растешь. Но я с ним все-таки... Я понимаю, о чем они говорят, но мне кажется... Я тоже с этим не согласна. Я считаю, что среда гораздо важнее. Среда определяет сознание. Я тоже так считаю, я слышала много люди, многие говорят про то, что вот усыновлен ребенок... И мне рассказали историю про, в общем, мальчика усыновили, и он сложный. И с ним сложно. Говорят, ну да, это гены. Я говорю, блин, да какие гены? Если ребенок, например, провел столько лет в детском доме, конечно, он будет определенно себя вести. Ты стала мамой? Я стала мамой. Какое главное открытие ты сделала за... Семь. Семь месяцев, что прошло у нее с тех пор. Ну, я не знаю. Ну, эта шутка оказалась правдой про то, что я никогда не думала, что буду так радоваться чужим какашкам. Это правда. Ну, когда ты знаешь, что двое детей, когда в самом начале там всякие проблемки, то там животик, то что-то. И когда он сам, у него все хорошо получается. Я такой... Вот. Да, такие вот штучки. Да, что абсолютно отсутствует... Ну, какая-то там вот брезгливость, да. Этого всего нет. Но у меня есть одна смешная фотка. И последняя фотка... Ну, ей уже несколько месяцев. И видео смешное про материнство. Фотка, где я играла, играла с ребенком. Он срыгнул на меня. И у меня вот здесь вот так как бы немножко это потекло. Я держу его на руках. Он супер довольный. И у меня фотка, знаешь, где я такая, типа... Материнство — это весело, говорили они. И еще я записала видео, у него какая-то новая фишка. Я держу его на руках. А у него... Он утыкается куда-то в шею, вот сюда. И начинает так делать. Короче, сидит и пукает тебе вот этот звук. И просто это очень долго может продолжаться. Я думаю, что мы будем прям братанами. Будем веселиться, угорать. И будет классно. Мне очень нравится с ним уже сейчас. Хотя он еще даже там не говорит. Вы целенаправленно хотели ребенка? Или просто так получилось? Ну, все вместе. То есть я точно не планирую... Я когда поняла, что это оно, я безумно обрадовалась. Я ни секунды не боялась. И я не боялась ни секунды, как отреагирует Женя. Но мне кажется, это лучше всего говорит о том, в какой ситуации мы находились. По поводу карьеры у тебя не было никаких вопросов? Нет. Ну, жалко было, что эта информация известная. Что из-за этого меня сняли с роли у Германа. В фильме «Воздух» про летчиц. Очень интересно поработать с таким режиссером. Правда. Сделать что-то совсем другое. Действительно, мне очень это важно, интересно. И... Ну, ты же понимаешь, Герман... Он другой. Это интересно. И, если честно, для меня самая большая была радость. Он же... Я снялась у него в итоге в другом его проекте, который он сейчас снял. Пока они ждут погоду для воздуха, чтобы продолжить снимать. Он... что? Кино сложное производство. Да. Он... Они написали другую историю, камерную. И он пригласил меня на роль. Я безумно обратно. Мне было так приятно. И вот... Мирап Ненидзе играет главную роль, и я ездила в Петербург. И это было великолепно. Это было необыкновенно. Мне очень понравилось. Тебя не взяли на главную роль просто потому, что ты физически не могла бы там сниматься? Ну, меня утвердили. Все. Уже шли там графики. И, в принципе, когда я забеременела, это была моя первая мысль. Про то, что... Ну, то есть сказать маме, и надо встретиться с агентом, чтобы обсудить, что нам делать. Вот. И я встретилась с Светой. Я ей сказала... Ну, она меня поздравила. И мы практически сразу сели звонить Алексею Алексеевичу. Он сказал, вы что, не могли подождать?! Вот. И все. Они там подумали, попытались, но это было невозможно. А это про войну будет драма? Да. Про Великую Отечественную? Да. Что ты думаешь о фильмах про Великую Отечественную войну, которые снимают в последнее время? Есть что-то, что тебе понравилось? Мне, к сожалению, лезут два других фильма в голову, которые мне очень понравились про войну, но зарубежные. Мне безумно понравился фильм «19-17». Это... Ода кинематографу современному. Ну, как это все сделано. И был еще крутой фильм по соображениям совести Мэла Гибсона. Про парня, который во время войны отказался... Ну, то есть он должен был идти на фронт, и он отказался. Там есть такая, как бы, опция, когда ты отказываешься стрелять. А... Ты не хочешь брать в руки оружие. И он... Его задача была просто вытаскивать раненых. Очень крутой фильм. Я Колли. Ха-ха-ха-ха. Какой ты себя представляешь в 30? Что-то изменится? Ты мне скажи, Юрес, что-то изменится? Не, ну так у всех же индивидуально. Ты там был. Ты там был. Я не знаю. Мне кажется, нет. Мне кажется, что я не особо поменяюсь. Но не хотелось бы. Я бы хотела сохранить все это. Ты знаешь, я думаю, об этом можно рассказать. Вчера, когда мы уехали, Илюха со студии. Мы с Илюхой не виделись, наверное, лет семь-восемь. Один раз встретились несколько лет назад. Так мельком какая-то... Что-то в каком-то баре оказались вместе. Ну, вот так, чтобы... Илья... Мне было так приятно. Он написал, такая классная ты, Сань. Говорит, вроде взрослая, а все еще ребенок. Прям как раньше. Мне так от этого приятно стало. И действительно, я... Ну, просто, например, когда я там 18-19 лет начала сниматься, все вокруг меня часто вот все говорят, блин, что она... Она такая там выпендривается, тыры-пыры. А прикол в том, что я и в 15 лет была такая... Просто у меня вот такой вот характер. Я расплескиваю все. И вот... Ну, я, конечно, чуть-чуть меняюсь там. Все равно мозгов прибавляется. Поспокойнее где-то станешь. Но глобально вот эту искру очень не хочу терять. И надеюсь, что этого не произойдет. И никогда не стать там девочкой, которая очень важная, чтобы вот быть красивой, как я выгляжу. Когда я буду писать в Инстаграме. Угадайте, куда я лечу. А вы... Вот это вот... Каждый пост, чтобы так заканчивалось. Надеюсь, что я к этому... Не придется мне, в общем, этим заниматься. Юрий будет дуть, дуть, будет Юрий... Блиц! Я спрашиваю коротко, ты отвечаешь не обязательно коротко. Мурдюкова или Гурченко? Ну, в моем случае скорее Мурдюкова. Сняться у Сарика Андрея Асяна или проголосовать за Единую Россию? Ну, проголосовать, это же короткая боль. Поэтому тут очень сложный выбор. Я так тоже не смогу, наверное. Самое дикое, что тебе прилетало в директ Инстаграма? Ой, ну вот люблю, знаешь, такие непоследовательные, когда ты мразь. Сашуль, как дела? А это незнакомые люди? Конечно. Нет, моя мама. Нет, конечно, незнакомые. А просто пишут, как дела после ты мразь? Не, ну люди пишут какие-то обзывательства матерные, например. Ягры вам того же. Ой, Сашуль, да я пошутила, этот ребенок взял телефон. Да вообще, я тебя так люблю. Самое красивое место на Земле? Глаза моего сына. Выкрутилась. Опиши прекрасную Россию будущего в трех словах. Свобода. Любовь. Богатство. Но наше. Понимаешь? Вот, ну ты понял, что я имею в виду. Наше, это в смысле, людей. Да. За что Навальный сидит в тюрьме? Ну, очевидно, за инакомыслие. Лучший фильм, который ты когда-либо видела? Ну, я назову такой, который не самый известный, давайте. А в этом мире я больше не чувствую себя как дома. Чудо-фильм. Чудо-фильм. Очень мне нравится. Советую. Да, клевый, очень клевый. Был где-то года четыре назад на Sundance. Победил? Нет, не помню. Потрясающий фильм, очень мне понравился. Просто комедия, экшн-драма, все там есть и все очень необычное. И обожаю трэш-комедии. Типа ультра-американцев. Ну, когда просто очень-очень жанровая комедия идет. Не хоп хэ и ла-ла-лей, а когда какой-то еще просто трэшняк, и ты такой аааа, что происходит. Как смешно, как весело. И финальное. В чем сила? В любви. Конкурс. Что ты принесла? Я принесла, к сожалению, то, что я хотела принести, я не нашла. Пришлось выбирать из того, что было. Я хотела подарить замечательную книгу. Вот, кстати, очень всем советую. У Ази Осборна есть автобиография. Пару лет назад вышло все, что мне удалось вспомнить. Это великолепно. Даже если вы никогда в жизни не слушали рок, это очень классно и смешно. Да. Клево. Я принесла из того, что мне больше всего понравилось, такой клевый, клевую книжку про Нирвану. Альбом с фотками, с любимыми группами Курта. 50 лучших альбомов по версии Курта. И, в общем-то, мне всегда такие книжки нравятся, кажутся интересными и клево иметь такую дома. Вот эта книга достанется тому, кто интереснее всего ответит на простой вопрос. Напомню, сколько раз мы говорили за это интервью про то, как ты толстела и худела в «Я худею»? Нисколько. Ты мой хороший. А расчет был ровно на это. Во-первых, ты говорила об этом много раз, но я должен тебе сказать, что одна из главных причин, по которой я просто всегда хотел кидать тебе респект последние три года — это то, что ты сделала со своим телом для этой роли. Это вообще не принято в русском кино. Мы привыкли восхищаться Мэтью МакКонахи, господином Бэйлом. А в российском кино это не принято. И когда я смотрел этот фильм, я не верил. Я думал, это монтаж. Я думал, Найшулер привез из своей Америки какую-то адскую машинку, которая надула тебя, как шар. Я там прям крупная. И то, что ты это сделала, просто... Просто ты красотка. Мы не говорили об этом в интервью, чтобы сделать это заданием. Расскажите в комментариях к этому видео, в закрепленном комментарии, про самый необычный и при этом эффективный способ, благодаря которому вы приводили себя в физическую форму. У нас в команде есть люди, которым тоже есть что рассказать по этому поводу. Они тоже могут участвовать в этом конкурсе. Самая интересная, необычная, невероятная и полезная история в этих комментариях может привести вас вот к этому призу. Саша, спасибо тебе за эти пару дней.